Добрый день! Сегодня 6 сентября, чуть не сказала августа. Я купила мясо. Вот это всё обошлось 360 гривен. А стоит, килограмм стоит 160. Это рёбра такие. Да, рёбра. Рёбра. Килограмм 160. И мы решили запечь в духовке. Вот. В сливовом соусе. Всё будешь запекать? Нет, конечно. Это я уберу. Люди обалдеют, скажут, ничего себе, объедаются, девчата. Да, запеку вот эту часть, а вот, а эту оставлю. На следующий раз. По другому рецепту, может, сделаем, а нет так. Просто запечём. Сейчас пока вот эту часть запеку. Сейчас поближе покажу. О, какой у нас, видите, это рёбра. Такие, сейчас поверну в эту сторону. Жирком. Пусть так и будет. Жирком, да, чтобы такое вкусное было, чтобы... Для начала надо вот эту плёнку снять. Вот плёнку сейчас буду снимать. Ну, всё, потом покажу вам уже, как Тамара будет заправлять его. Да, как я буду, чем, каким, соусом. Да, да, вот про соус как раз я почему и хотела вам показать, что я же рассказывала, для чего я купила сливы. Вот и хочу показать вам. Света говорит, для чего сливы, давай, вот купила ей рёбра, говорит, давай покажи, как и что. Да, как это, как ты делаешь вот это, все потому что написали мне? Рецепт я брала, честно говоря, с интернета, но давно, поэтому... И ссылаться на какого-то автора я не могу, потому что обычно таких рецептов много, кто у кого берёт, не знаю. Вот, и я всё делаю на глаз, на глаз, потому что помнишь ориентировочно сколько чего. Так я не знаю, насколько я верно запомнила, но так вот делаю уже теперь, как... Ну, покажи, как ты делаешь, да, не обязательно прямо ноль, ноль, прямо по граммам. Просто сделаем, ну, по граммам, скажу, по ложкам примерно, так как было бы в рецептах много, поэтому вы тоже ориентируйтесь уже на свой вкус. Я беру такую салфетку, и вот салфеткой очень удобно. Сразу раз, и всё, и рукой иногда очень всё скользит. Всё, я плёнку снимаю вот здесь, сняла, уже сняла. Всё. Показывай дальше. Да, вот эти клювки я все выкину. Сейчас я это уберу и буду показывать дальше. Поперчим, ой, посолим и поперчим. Так. Не сильно, не любят, вон, сильно солёных дома. Ну, чищу сливы. Где-то с полкило слив надо. Ориентировочно. Я не взвешиваю, ну, так приблизительно. Желательно спелые, говорят. Ну, я думаю, что и не совсем зрелые тоже подойдёт. И дешёвый тоже подойдёт. Да, для меня это не принципиально. Поближе сниму. Ага. Покажу. Вот так вот. Слива. Хорошо появилось сейчас. Много слив уже. Да, это даже до 9 гривен вот в этом, в Варусе, 9 гривен оказывается. Да? Но я уже купила, да, а то уже не стала заходить в Варус. А ты по чём покупала? А я купила 15 гривен, но она мне ещё со скидкой дала. Ага. Она сказала, бери, Света, я тебе чуть побольше дам, и там где-то получается около 10 гривен. Так я ненамного и проиграла, честно говоря. Ну, да. А потом мне уже сказали, что... А там в Варусе, говорит, по 9 гривен сегодня акция. Я говорю, ну, ладно. Сегодня акция. И так сойдёт, да. Да, если на акции нападёшь, там намного дешевше все продукты. Скажи, Тамара, ты часто попадаешь. Да, это часто делают. Акция на продукты. Очень просто. Я люблю простые рецепты. Поэтому это фаворит. Рецепт-фаворит. Чтобы было просто и вкусно. О, пока ты, Тамара, не начала. Стойте, Стойте, Тамара. Пока ты не начала, что-то будешь добавлять сюда ещё? Нет, просто сливы. А сахар? Пюре. Не вращаю сливы. Буквально одна минута, и всё. И пюре готово. Так, теперь четыре, примерно, четыре или три ложки мёда. Повторяю, четыре или три ложки мёда. Тамара ложит три. Я три кладу. А вообще можно и четыре. Кто любит так послаще. Мне достаточно три ложки мёда. Так, на место мёд. И аджику. Где-то ложку. Ну, аджику я покупаю. Люди могут приготовить аджику. Сами. А я вот покупаю. Написано аджика. И ложка достаточно. Ложки достаточно. Так, теперь. Подождите. Ещё не всё. Ещё за солью иду. Да. Так, вот. Это перемешанное пюре. С мёдом уже перемешано. И с аджикой перемешано. И соя. С соей добавляю. Потому что, в основном, во всех рецептах, вот эти ингредиенты оба висковые, обязательные. Ну, бывает, что что-то ещё добавляют. Жидкая соя. Одна. Две. Три. Четыре. Четыре ложки. Четыре ложки сои. Можно и пять. Но мне достаточно четыре. Я всё же говорю, мне кажется, вот это и хватит. И пробуйте. Смотрите, какая вам нравится. Консистентная вам нравится. Да. Мне вот такая вот достаточно. Такая смесь. Такой соус. Вот и всё. Соя, мёд, аджика и сливы. Теперь я хорошенечко вот так вот соус обмакиваю. Прямо, чтобы хорошо-хорошо. Можно даже втирать. А можно и не втирать. Главное, хорошо обмакнуть. Вот. И сюда. Да, я думала, постоит оно у тебя. Вообще, я чаще всего делаю на ночь. Чаще всего или может постоять где-то час-два. Но сегодня нема кулы. Нет времени. Всё это надо уже делать. Вот и всё. И заливаю этим мёдом, этим соусом. Конечно, наверное, оно хорошо пропитается. И мясо будет мягче, если оно постоит. Хорошо, если вы отдельно его... Чаще всего я вижу, как люди отдельно заворачивают каждый кусок в соусе. А у меня вот так. Чем проще, тем лучше. Не заворачиваю каждый кусок. Вот, чем проще, тем лучше. Вот сейчас я его... Завернула в фольгу. Да. Заверну в фольгу. Конечно, чтобы не вытекал в соль желательно. Иногда бывает, что вытекает, потому что между ними... Вот видите, я не чувствую. Соединила, потому что, да? Ну, ты же пошире соединила, поэтому я думаю... Да, вообще можно было бы, конечно, не соединить. О, так, путаю. Всё, ставлю на 200 градусов. Даже 220 иногда и на 200 могу. Постоит час. Час. Посмотрим, я вам скажу. Часок постоит, ты говоришь, да? Да. Где-то сейчас половина пятого, значит, половину шестого берём. Приготовиться. Ой, этот же... У меня там сушится базилик. Убери, пожалуйста. Ага. Я туда поставила на тёплую. А теперь нагреется-то, не дай бог. Перегорит мой базилик. Я иногда добавляю в чай его. Сейчас прошёл. Вот открываю. Конечно, надо хорошо, чтобы он был закрыт. Вот открою вот так вот. Сейчас поближе покажу. Да. И теперь... В открытых... Да, запах такой хороший. И теперь в открытом виде ещё. Показываю вам поближе свиные ребрышки в сливово-медовом соусе. Да. Сейчас я вот так вот и ещё поставлю, чтобы уже так приобрели они хороший, красивый цвет. Час постоял, ещё сейчас минут 20, может, 25. На какой... Будем смотреть. На какой температуре? Я обычно на 200 была, у меня такая духовка. Я не знаю, надо смотреть. Угу. Угу. У меня духовка такая, что на 200 надо. Ну, вид красивый, конечно. На вкус тоже, думаю, будут вкусные. Ну, попробуем, попробуем. Даже 25 минут прошло уже. А, видишь? Хороший такой. Так, поближе сейчас покажу. Да. Угу. Угу. Сейчас я на тарелочку... Вид красивый. Вид красивый. Так, на тарелочке. И готовый будет. На тарелочку, говорит, ничего себе тарелочка. Целый поднос. Надо на публику красивее, красиво подать. А, ну да, да. Разве что. Вот так. И нарежу. Угу. Гарниру. Гарнир можете любой. Ну, я чаще всего делаю пюре. Картофельное пюре подаю. Картофельное. И вот этот соус ещё дополнительно сюда. Тоже. За 8. Хлебом можно макать, есть. Мясо макать. Сейчас. Я, честно говоря, пюре не хочу. Мне таких два кусочка и будет достаточно на сегодняшний ужин. Всё хорошо пропеклось, всё отлично. Угу. Я ещё на работу завтра с собой возьму. Ммм, вкуснятину эту. Да. Вот. И подаём к столу готовые блюда. Рёбра быстро. Вкусно и сытно. Приятного аппетита. Да, у нас любят такие ребра. Попробуйте, может, и вам понравится. Так, ребра поближе покажу. Да, в соусе. Можно, ну, гостям, если вы будете гостям подавать, то можете соус отдельно подать. А мы вот любим так. Пусть всё в соусе было. Да, да, да. Я люблю, когда оно именно в соусе. Да, да. Здесь вот помидоры нарезала я. Это Галя нам передала. Баклажаны она икру делала, передала. Мы уже не будем икру, но я поставила для красоты. Может, ещё и поедем. Это вот помидоры. Это кукуруза. Уже сейчас будут доедать. Ну, попозже уже. Ну, и зелень, естественно. Вот ещё один салат Галя передала, Валентиновна, из кабачков. Чуть не забыла вам показать. Так что ещё раз показываю вам. Свиные ребрышки в сливовом соусе. Готовьте на здоровье, кушайте. И приятного вам аппетита!